Меня зовут Робин Ксения, я директор Международного брачного агентства. Знакомствами я занимаюсь 25 лет, в августе перещелкнем на 26. И что мне безумно нравится в этой моей сумасшедшей профессии, это то, что, во-первых, постоянно что-то происходит, а во-вторых, очень многие аспекты психологии, маркетинга, бизнеса, коммуникации, оно все к нам приходит, потому что знакомство – это все, общение – это наше все, ну вот наше все – это наше все. И тут я услышала совершенно потрясающую вещь, я постараюсь этого потрясающего человека заманить каким-то образом на интервью. Есть такой бельгийско-американский психотерапевт Эстеп Перрель, и она сказала совершенно потрясающую вещь по поводу сегодняшних дней, о том, что маркером общения или не общения является вопрос, где ты провел свое детство. Мы с вами, мы с вами, ну большинство из нас, примерно из одной плюс-минус еды – это вот это детство на улице. Что такое детство на улице? Это значит, что ты постоянно находишься в процессе каких-то договаивания. У нее есть резиночка, с ней сегодня все дружат. У нее есть мелочек. Вспомните мелочек, я какой дефицит был в советские времена, да? Мелочек у нее, с ней тоже как бы я буду дружить. А с Машкой мы сегодня не дружим. А за Наташкой надо зайти, а Лоиску надо от родителей каким-то образом отмазать. А все знают, что там, не знаю, там у Оли мама строгая, но каким-то образом Олю на улицу надо вытянуть. Да, это же получается постоянно вот то поколение, которое еще выросло на улице, которое не сидело в компьютерах, в приборах. Это же на самом деле все детство прошло в том, чтобы как договориться. С этими мы дружим, с этими не дружим. Это у нас друзья, это у нас враги. В соседний двор ходить нельзя. А если через соседний двор пробиться, там будет такая гора, в которой можно будет стекляшки какие-то выкапывать. Эти стекляшки потом с кем-то можно на что-то поделиться или секретики закопать. И не дай бог, кто-то твой секретик найдет. У нас было совершенно потрясающее детство. Наши дети, к сожалению, в большинстве своем вот этого всего пережить не могут, потому что туда не ходи, тут темно, тут опасно. Лучше сиди дома, потому что мне спокойнее. В школе у них на переменках этого времени не хватает. Приходя домой, очень многие дети проводят время в каких-то своих приборах. То есть получается, что у них этой культуры договариваться нет, им будет тяжелее. Поэтому, в принципе, сейчас могу сказать, появляется все больше и больше коучей по романтическим отношениям и по коммуникации, которые ориентированы на молодняк до 30 лет, потому что они страдают еще больше, чем мы. Продолжение следует...